Хей-хей-хей! Всем-всем привет! От Катвискос 98. И сегодня по сложившейся многолетней традиции я вас беру с собою на американский пикник. Я надеюсь, вы меня слышите хорошо. Я использую сегодня наушники и маленький микрофончик, потому что здесь очень шумно. С этой стороны работают кондиционеры и всевозможные генераторы и барбекюшницы. Там играет музыка, а здесь очень много-много народу. И сейчас мы пойдем кушать. Так, и смотрите, что я сегодня себе взяла. Аппетита особо нету. У нас стоит жара на солнце, ну, 45 градусов точно. Я всем передаю вам кусочек солнца и тепла. Я слышала, что в Питере и во многих городах на территории России и Украины, Белоруссии сейчас не особо теплая погода. Так что, когда жарко, мне кушать не хочется, кушаю салатик, морковный, не, какой морковный. Это капустный, это листья салата, помидорка, это сделанная курица на гриле. Обычно соду не пью, но сегодня хочу холодной соды. Это Кока-Кола. Вот так вот я питаюсь летом. Вот наша еда здесь и разные ее варианты. Значит, так, хочу попробовать гамбургер. Не знаю, если я его съем, конечно. Попробовать хочу все, но... Так, это, как всегда, фасоль. Это у нас оттоги, сосиски. Это у нас сардельки. Пропустим. Курочку я попробовала. Курочка очень даже ничего. А вот они, гамбургеры. Хочу гамбургер в виде цветочка. А, интересно, какой на меня смотрит. Наверное, вот этот вот. Мама-ми-я. Так, потом разберемся. Неудобно одной рукой это все делать. Так, ну это я уже вам показала. И вот на той стороне то же самое. А там еще мальчики стоят и сервируют, видите? В синеньком. Так, арбуз уже съеден. Кукисы съедены. Так, это у нас чипики. Чипики меня не интересуют. Мне что-то нужно украсить. Нужно чем-то украсить мой гамбургер. Так, здесь у нас напитки. Видите? Там мальчики стоят. Разливают водичку. А здесь у нас кетчуп, горчица и всевозможная зеленушка, которую я сюда хочу положить. Я обычно люблю помидорку и, наверное, кетчуп. Можно еще зеленый салат. Так. Ну давайте. Чап-чап. Чап-чап, народ. Так, поставим. Положим. Так, одной рукой неудобно. О, Боже. Так, я потом хочу вот этого вот. Зеленушки мне хочется. Лук я не ем. Может быть, помидорку. Так. Excuse me. Так. Что успел? Тот не опоздал. Я всегда беру с тобой ложки-вилки, потому что я их гамбургеры есть просто так не могу. Так, ну и все, наверное. Сольку. Нужно мне сольку или не нужна сольку? Не знаю. Наверное, нет. Ну и все, пойдемте. И вот там вот, смотрите, все сидят и кушают. Видите? О, насколько народа много. Все в тенечке. Мозгенки плавятся. Там у нас мороженое. Так, здесь вот у нас еда и вода. Там у нас бассейн. И вот там вот у нас музыка. Я скоро пойду танцевать, а потом плавать. Или наоборот, плавать, а потом танцевать. Так что, вот такой вот у нас здесь отдых. Пойдем брать мороженое. Посмотрим, что там у них есть. Hello, Bear. How are you? How are you? I'm still kicking. I'm still alive. And you still here? Okay. Can I show my friends what you have here? Mama Mia. Fudge sticks right there. All right. Okay, this is the waffles with the cons, right? Yeah, okay. Can I have two, please? Thank you. Here we go. Thank you, thank you, thank you, thank you. Here we go. Так, и вот мороженое я взяла. И сейчас объемся. Вот целый трак мороженого. Разного-разного, какого хотите. На любой вкус, свет. И сколько хотите. Мои планы сегодня объесться. И упасть куда-нибудь под дерево. У нас уже пошли вкусняшки. Смотрите, это у нас сахарная вата. У меня сладкое мороженое. Вот там вот попрыгать можно. Вон там, видите, вот это да. Классненько. Так, здесь... А, вот как раз здесь ватка делается. Здесь у нас пузырики. А, какие пузырики классные. Подходите и сами берите любые пузырики. Ведь там разноцветные. Делайте, что хотите. За пузыриками у нас face painting. Я так думаю, они там рисуют. А здесь вот пошли разные игры. И с выигрышными маленькими призиками. О, боже. И вот мне уже подарили. Смотрите. Мы выиграли. Вот такого вот чудного мишка. Вот так вот здесь мы ходим. Смотрите, всякие развлекалки для детишек. Стреляют вот с таких вот арбалетов. Опа. Кто попадет вот туда в дырочку, тот получит приз. Могут как играть, так взрослые, так и дети. Но у меня глаз не алмаз. Я туда никогда не попаду. Поэтому мы, наверное, это дело пропустим. И пойдем дальше посмотрим. Вот там вот у нас что? Там у нас играет в бинго. Кто любит в бинго играть? Пожалуйста. Играют в бинго. А потом выигрывают различные призы. Дальше у нас там, вон, видите, всякие надувные штучки. Прыгалки для детишек. Так, там у нас, по-моему, стол призов. А, или еще здесь, вы знаете, казино. Вот такое вот это вот. Вот это вот это вот, черненькое. Это как казино. Кто хочет, кто играет. Я не по этому делу. Так, вот там вот видите, детские штучки-прыгалки. Здесь у нас лайфгардс, охранники. Бассейн большой. Там вот тоже вот всякие развлекалки для детишек. И мыльные-мыльные пузыри. Я думаю, что мне туда надо. Ну что, в игры я наигралась. Пузырей мульных напускалась. Продовольственную программу выполнила. А теперь, я думаю, пора уже пойти и искупаться. Немножко охладиться, потому что жара безумная. Это просто что-то с чем-то. У меня все мои мозговые извилины просто расплавились. Немножко охладиться. О май гуд нас! Вы не представляете, что сейчас было. Я наелась, я накупалась. И вся полная бодрости и энергии пошла играть в геймы, в игры. Там такая тривия. Дядечка загадывает разные вопросы. Но они, конечно, заранее заготовлены. И группа людей должна отвечать. Кто считает, что ответ правильный или неправильный? Вы не представляете? Вначале было 20 человек. Потом, с каждым вопросом, люди отсеивались, отсеивались. Потом, в тройке, осталась я. Вы не представляете? О май гуд. Я и два дядьки. И потом задавали вопросы. Самое главное, я не знала вообще никаких правильных ответов, потому что это все было связано со спортом, с какими-то знаменитыми игроками, баскетболистами, волейболистами. И вы не представляете. Там просто надо было отвечать, правда или неправда. Вопросы, которые они задавали. И вы не представляете? Дядька один неправильно ответил. Второй. И я осталась победительница. О май гуд. Я выбрала последний вопрос. Я выбрала правильный ответ. Вы представляете? Я заняла первое место. И я выиграла 50 долларов гипт-сертификат в ресторан. Я никогда в жизни ничего не выигрывала. Я всегда считала себя абсолютно такой, знаете, неудачливой. Никогда в лотерейке не играла. Никогда. А вот сегодня, по-моему, my lucky day. Потому что, не зная ни одного ответа на кучу, кучу, кучу вопросов, почему-то я, я не знаю, я даже не могу сказать, что это была интуиция. Интуиции никакой не было. Потому что я ничего не знала. Я даже не могла предположить правильного ответа. Я просто выбирала линию. Когда-то я говорила, что вопрос правильный. Когда-то говорила, что неправильный. И я заняла первое место. О май гуд. Мой lucky-lucky day. Самый счастливый день. Это дело я отмечаю спрайтом. За мною до сих пор этот пикник. Все кипятится, пузырится. Все объелись. Все обыгрались. Все наплавались. Там вот за мною машины. До сих пор делают барбекю. Люди, конечно, объедаются по полной программе. Я не знаю, как это и сколько в них может влезать. Потому что я, это ужас. Вот я съела то, что я вам показала. И больше я уже все. Я готовчинка, как я всегда говорю. Пузо направо, сама налево. Покаталась на качельках. Попила немножко лимонадика. Хотела воды. Представляете? Просто хотела воды. А у них здесь только вода на разлив. В кружечке. И такого вкуса. Я даже пошла сказала. Говорю, ребята, кто у вас вот этим заправляет? Все хорошо, все весело, все организовано. Но что с водой? Все предыдущие годы была бутылочная вода. Вода в бутылках. А в этом году только на разлив. И такого вкуса, что мама Мия. Я чуть не умерла, я ее сразу вылила. Ну, в общем, не знаю. Наверное, в Америке напряженка с водой. Ну, вот на этой веселенькой, позитивненькой волне я, наверное, буду закругляться сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое путешествие на американский пикник. И еще хочу вам сказать, напишите, играете ли вы в лотерейки, или вы выигрываете когда-либо что-либо. Потому что для меня сегодня это был первый раз за всю мою жизнь, что когда-то я что-то выиграла. Может быть, это знак судьбы. Может быть, сейчас мне надо начинать и вдаваться в эту стихию. Что вы думаете, напишите? Ладно, я надеюсь, что у вас у всех тоже все хорошо и весело. Спасибо, что вы были сегодня со мной. И до скорых встреч. Пока! Полный-полный прикол. Вы не представляете, после того, как я выиграла, мой муж пошел играть совершенно уже в другую игру. И тоже выиграл гифт-карту. Он вообще выиграл на 100 долларов. Вы не представляете? А народа здесь сколько много? Вы знаете, что-то в нашей семействе сегодня поперло на удачу. О май гад! Я говорю, что это такое? Сегодня наш день. Кто-то из знакомых, кто-то сказал, что нам надо пойти и срочно-срочно поиграть в какую-то крупную лотерею. Раз такое дело пошло. Раз такая стирка началась. Вы представляете, да? Со всей, со всей вот этой вот веселой. Смотрите, компашки, вечеринки. Сколько здесь народа. Вон, это только что попадает только в мой объектив. А там еще дальше, вот туда вот за пределы уходят это все. Столько-столько-столько людей. И играло очень-очень много желающих в эти игры. И посмотрите, в первой игре выиграла я, во второй выиграл мой муж. А теперь дальше продолжаются игры. Вы представляете, вау! Такого у нас никогда-никогда не было. Пошло-пошло. Счастье, вот оно. Что человеку надо для хорошего настроения? Вот такие вот какие-то маленькие сюрпризики. Но все равно приятно, правда?